Здравствуйте! Вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Трагедия на Волге. Саморский адвокат погиб при столкновении катеров. Готов наполовину. Правую сторону Южного моста пустили в эксплуатацию. Бессердечная погода. Переподы давления приводят самарцев на больничные койки кардиодиспансера. Упал с гидроцикла. В Самаре проводится доследственная проверка. Гибели сына президента, палата адвокатов Самарской области, сообщает портал Волга-Ньюс. Напомним, Илья Бутовченко, адвокат, бывший следователь регионального следственного управления Следственного комитета, погиб вечером 22 июля в результате столкновения катера с гидроциклом. В соцсетях писали, виновником ЧП был неопытный водитель лодки. По предварительным данным, все же гидроцикл въехал в лодку, пишет информационный портал со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Валентина Ананьева. В результате пострадал пассажир гидроцикла. Из воды его вытащили отдыхающие с катера. Так как мужчина скончался на берегу, материалы проверки переданы в полицию. Стражи правопорядка разбираются, виноват ли водитель гидроцикла в смерти пассажира. Еще одна трагедия произошла в выходные в Самаре. Ребенок умер в кресле стоматолога. В воскресенье пятилетнему мальчику стало плохо на приеме врача. Информация появилась сегодня на информационных ресурсах. Врачи клиники вызвали скорую. Пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Он скачался до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Родился в рубашке в Сызране в многоэтажке. На улице Красильникова мужчина упал в венцинационную шахту и остался жив, пробыв там 9 часов. ЧП произошло на техническом этаже под крышей девятиэтажного дома. Как рассказал сам пострадавший, 27-летний Сызранец. В 12 часов дня он решил покурить, сел на край трубы и провалился в вентиляцию. Спустя несколько часов его обнаружили за бетонной стеной первого этажа. Спасатели прорубили стену подъезда и в 9 вечера достали мужчину из шахты. От лечения и госпитализации пострадавший отказался. Осталась половина. Подрядчики полностью завершили ремонт на левой стороне мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Обновленную дорогу открыли в эти выходные. В то же время закрыли на ремонт правую часть. Окончательно мост заработает в конце октября. Марина Кравцова узнала, что уже сделали и почему строители рассчитывают справиться с задачей раньше срока. Экватор пройден. Началась вторая стадия ремонта Южного моста и путепровода Аврора. Половина готова. Здесь отремонтировали пролеты и опоры, заменили деформационные швы, уложили новое асфальтовое покрытие в два слоя, отремонтировали тротуары, поменяли бордюры, установили новые барьерные ограждения и фонари. Подрядчики уже завершили ремонт левой половины моста и переходят на правую. Соответственно, поменяется и схема движения. Правую часть моста закроют, а левую откроют для движения легкового транспорта. Делают это в ночное время суток специально, чтобы не создавать дополнительных пробок в часы пик. Несмотря на дождливое лето и погоду для ремонта не самую благоприятную, все работы идут в строгом соответствии с графиком. А теперь строители обещают ускориться. По новой ровной дороге считают машины будут двигаться быстрее. Заторы станут меньше, а стройматериалы будут подвозить без проблем. Мы попытаемся ускориться, чтобы все-таки ввести эти два объекта в октябре месяце, где-то в районе середины октября. Будем надеяться, что погода будет более благосклонна к нам, не так, как на этой половине. Скорость важна, но главное качество. Комплексный ремонт идет на всей протяженности мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Это 1 километр 200 метров. Кап ремонта здесь не было более 40 лет, и мост просто был небезопасен. Деформационные швы пришли в негодность. Теперь же их заменили, сделали по самым современным технологиям. Гарантия завода-изготовителя на швы 35 лет. Контроль качества работы подрядчиков проводят ежедневно. Контроль качества осуществляется на всех этапах, непосредственно после проведения каких-то скрытых работ. Вместе с заказчиком проходили, все это освидетельствуется, проверяются отметки согласно проекту. По покрытию непосредственно это испытание, это проверка на толщину, качество работы. После завершения работ, как говорят подрядчики, пропускная способность моста станет больше из-за качества дорожного покрытия. Оно должно без трещин прослужить 5 лет. Средства на столь необходимый ремонт моста выделили из городского бюджета. Марина Кравцова, Василий Калдашов, События. Около сотни незаконных киосков с начала года собственники сами убрали с улиц Самары. На контакт идут далеко не все. И большую часть приходится демонтировать за счет городского бюджета. Бесхозный павильон рядом с историческим зданием Нарцы Бушевской вывезли спустя 5 лет. Все эти годы он пустовал. Репортаж Алины Чемерис. Обшарпанный павильон на фоне исторического здания. В этом киоске никто не торгует уже лет 5. Незаконная постройка только портит вид. О том, что ее будут сносить собственника, уведомили. Правда, он сейчас далеко за пределами региона. В Ленинском районе свыше десятка нелегальных павильонов. Все их планируют демонтировать. Как такие объекты появились на территории города Самара, очень много сменились предпринимателей, которые отчасти не знают, что объекты незаконные. Мы аккуратно подходим разъяснениями предпринимателей, что пред, когда они пойдут занимать такие площади для своих деятельностей, они внимательно изучали документы, по крайней мере обращались в любое время администрации районов, чтобы понимать, что объект законный, незаконный, хотя бы люди не будут тратить свои деньги на незаконные объекты. Чтобы вывести этот павильон, усилий требуется немало, объект негабаритный. Его сначала нужно разобрать. Демонтаж киоска обходится городу почти в 8 тысяч рублей. Всего в Самаре незаконных построек около 400. Большинство из них планируют убрать с улиц города до конца года. Со всеми собственниками проводятся предварительные беседы, кого удается найти. Всем им предлагается самостоятельно очистить территорию. Очень много людей стали взаимодействовать с администрацией, с департаментом. Многие убирают самостоятельно. То есть в этом году порядка 100 объектов убраны собственниками самостоятельно. В первую очередь городские власти вывозят незаконные павильоны с улиц, пролегающих на туристическом маршруте. После демонтажа территорию планируют благоустроить. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Вопреки ожиданиям, прохладное лето не облегчило нагрузки кардиологам. Частая смена атмосферного давления осложнила состояние сердечных больных. Палаты областного кардиодиспансера заполнены. Очень много пациентов с инфарктом миокарда. Как распознать симптомы грозного заболевания, узнал наш корреспондент. Неделю назад Таисия Ивановна почувствовала себя плохо. В области сердца возникла неприятная боль. В груди заклокотала, и женщина начала задыхаться. Сын сразу вызвал скорую, и пенсионерку госпитализировали с отеком легких и инфарктом. Если бы у меня не было отека легких, я бы тоже выпила таблеточку и легла, и, может быть, уже не проснулась. По данным социологов, почти все жители области моложе 50 лет не знают симптомов инфаркта миокарда. Между тем, в 2016 году от этого заболевания в регионе скончались около 10 тысяч человек. Боль или тяжесть в области сердца, которая не проходит в течение 20 минут, должна для каждого стать сигналом набрать номер скорой. Инфаркт уже давно перестал быть прерогативой пожилых. Конечно же, я могу сказать чисто статистически, да, то есть это мужчина старше 45 лет, женщина старше 55 лет, у которых есть там сахарный диабет, артериальная гипертония, у которых есть стенокардия. Раньше была клиника, то есть стенокардия. То есть вот это, да, группа риска. Но на самом деле в группе риска находятся все. Последние годы пациентками кардиологов стало много молодых женщин. Все они курящие. Курение медики считают одним из первых факторов, провоцирующих болезни сердца. Особое внимание на здоровье летом также советуют обратить к гипертоникам. Им стоит регулярно посещать терапевта или врача общей практики. Как правило, эти пациенты наблюдаются с артериальной гипертонией именно у таких врачей. Если же рефракторная артериальная гипертония, которая не поддается лечению, то тогда уже врачи-участковые направляют на консультацию кардиологу. Если инфаркт все-таки случился, необходима срочная медицинская помощь. Когда она получена вовремя, у человека есть все шансы вернуться к полноценной жизни. Только за шесть месяцев этого года в Самарском кардиодисмансере прооперировали более тысяч больных. Количество людей, получающих инвалидность после инфаркта, в последние годы снизилось в десятки раз. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, события. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре перевернулся КАМАЗ с песком. Авария произошла примерно в 9 утра на пересечении улиц Шверника и Солнечной. На дорогу вылилось топливо. По предварительным данным, водитель не пострадал. В настоящий момент обстоятельства ДТП уточняются. В Чапаевске 53-летний мужчина утонул, пытаясь переплыть реку. Дно в месте проведения поисковых работ имеет форму котлована, поэтому у берега резкий перепад глубины. И листый грунт, и стволы деревьев также затрудняли передвижение водолазов по дну. А мутная вода не позволяла использовать подводные осветительные приборы, и водолазу приходилось работать при нулевой видимости, сообщают спасатели. Тело погибшего обнаружили на глубине 7 метров в 25 метрах от берега. Водолазы извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции. В Курумыче уничтожили партии с медом и молоком из стран бывшего СССР. Их пытались провести из Таджикистана и Узбекистана без сопроводительных документов. Всю партию общим весом 26 килограмм уничтожили на месте в соответствии с санитарными требованиями. Всего за прошедшую неделю инспекторы Ростельхознадзора досмотрели в аэропорту 64 партии грузов. Проезд по Лоскому шоссе, там, где оно примыкает к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщают у мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута номер 45. Напомним, на прошлой неделе в Самаре открыли движение транспорта по первому тоннелю на Московском шоссе, построенному на пересечении с Ракитовским шоссе. Такие работы художники называют сырыми. Пока масло на картине еще не обсохло, они уже представлены на выставке. Самарская художница Ольга Абраменкова в 12 раз организует такие показы. Эти картины написаны во время поездки в Крым. Хотя в теплом крае Ольга провела полторы недели, виды полуострова так вдохновили автора, что художница писала по 3-4 работы в день. В основном это виды грузуфа, где сохранился последний рыбацкий причал. Именно он и стал площадкой для творчества Абраменкова и ее коллег. Местные рыбаки очень приветливо отнеслись к живописцам и даже уступали ему узкие дорожки, ведущие к морю. В октябре следующего года в свой юбилей Ольга Абраменкова планирует устроить большую юбилейную выставку. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Десятки миллионов рублей, нажитые непосильным трудом. Украл у вип-клиентов менеджер одного из самарских банков. Течет река Волга. Что несут в себе волны Великой Русской реки, проверили самарские экологи. С улицы перебрались в домах. Теперь мини-магазины работают на первых этажах многоэтажек. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...